В исполнительном комитете регионального отделения партии «Единая Россия» обсудили итоги реализации партийного проекта «Городская среда» по благоустройству дворовых и общественных территорий. О том, как меняется облик городов, какие проблемы возникают при воплощении проекта и продолжится ли реализация программы, узнавала Альбина Ламкова. Программа «Городская среда» по благоустройству дворовых и общественных территорий партийного проекта «Единая Россия» работает уже четвертый год. За это время проделана значительная работа. Обустроено 289 дворов, 103, общественные территории и 12 парков. Успех ее реализации складывается из опыта. В начале осуществления проекта возникали вопросы и сложности, отметили в исполнительном комитете «Единой России». Сейчас же ситуация изменилась. Все понимают, в каком направлении нужно двигаться, чтобы воплотить проект достойно. Но все же для четкости работы осталось ряд проблем. Существуют и разногласия как со стороны подрядчиков, так и самих жителей. Вопросы возникают разные, но самое главное – результат, качественно проделанная работа. Чтобы она оправдала ожидания людей среди подрядчиков, нужно провести аттестацию по результатам предыдущего года. Может быть, это и кому-то не нравится. Я наоборот считаю, это позитив, что мы начали находить и предъявлять претензии к подрядчикам. Как-то мы пытались в своем соку крутиться, немножко на это не обращали внимания. В этом году впервые, на мой взгляд, более принципиально в вашем лице, в лице Фатимы Анатольевны, в лице Игоря 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 Игоря. В общем, нас начали предъявлять серьезные претензии. Потому что огромные деньги вкладываются в миллионы рублей. В своем выступлении Нальгашоков сказал, что проводимому благоустройству очень рады район, где не было продвижения в этом направлении. А еще отметили поведение граждан. Они не участвуют в финансировании, но создают проблемы, не идя навстречу исполнителям проекта, рассказали на заседании. Уважаемые мной присутствующие депутаты просто были выведены из себя, и вы вот тоже при этом присутствовали. То есть, ну, странная позиция, как людям делает Единая Россия, власть делает дворы, и они, как бы, ну, не то, что неблагодарны, но еще и агрессивны. На встрече обозначили еще одну немаловажную сторону по благоустройству в дворовых и общественных территориях. Это бережное отношение к тому, что создают во благо людей. Совсем недавно территория во дворе дома по улице Октябрьская была образцовой. Ее благоустроили по партийному проекту «Единая Россия. Городская среда». Прошло всего лишь два года. Одна из скамеек уже сломана. И это не единственное разрушение на этой площадке. А что будет лет через пять, даже страшно представить. Дворовая площадка – место отдыха как детей, так и взрослых. В вечернее время двор переполнен. Ребятишки резвятся, играют, катаются на качелях, занимаются спортом на турниках. А люди постарше с радостью наблюдают, сидя на лавочках и делятся последними новостями. Я хочу, чтобы в каждом дворе были вот такие площадки. И чем больше, тем лучше. Для детей это самая раздолье. Потому что без них детям скучно, им делать нечего. А так весело. Конечно же, большая часть граждан относится бережно к созданному комфорту. Но есть и те, кто не ценят. Ломают качели и даже фонарь, который находится на приличной высоте. Это надо родителям объяснять своим детям, что так делать нельзя. Нельзя ломать новые площадки. Нужно быть осторожным. Участники заседания по программе реализации партийного проекта «Единой России. Городская среда» сошлись в одном. Программу нужно продлевать. Так как, несмотря на возникающие проблемы, жизнь с ней становится комфортнее. Альбина Ламкова, Лебастанов, Рашид Токов. Вести. Карачаево. Черкесия. Альбина Ламкова.